Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас тема радиоактивная. И конкретно радиоактивная щепа, о которой было много разговоров. И которая, наверное, в какой-то мере подорвала возможности латвийских лесопромышленников поставлять свои отходы производства энергетическим предприятиям. Однако, разобравшись в этой теме, мы немножко задумались о том, на самом ли деле эта проблема существует или она, можно так сказать, инспирирована как раз заинтересованными сторонами для того, чтобы, допустим, принудить энергетические предприятия отказаться от закупок с минимальной ценой, а навязать им какие-то правила игры, которые бы обязывали их закупать только латвийскую щепу, не закупать импортную, и тем самым поддержать местных лесопромышленников. Эту тему мы попросили сегодня прокомментировать членоправления предприятия «Рига Силтумс», это крупнейший производитель тепловой энергии в нашей стране, Райвис Эллендж. Добрый день. Добрый день. И руководителя предприятия «Дозиметерс» Дзинтера Заринча, который поставляет различные устройства и обслуживает различные устройства, которые связаны с контролем радиации и может прокомментировать профессионально эту тему с объективной точки зрения. Приглашаем слушателей звонить по телефону в студии 672-12-93-9, задавать свои вопросы, делиться, может быть, своими сомнениями, и мы постараемся на все эти вопросы и сомнения ответить профессионально. Итак, тема с радиоактивной щепой возникла в 2018 году, и возникла она на фоне того, что была очень теплая зима, шли проливные дожди, и лесники просто не могли заехать, лесопромышленные, лесоразработчики просто не могли заехать на свои деляны для того, чтобы производить вырубку леса и, соответственно, производить побочный продукт, каковыми являются ветки, различные отходы, и вот это все вместе называется щепой. И тогда, когда вот эта ситуация возникла, предприятия теплоснабжения, и в частности Рига Силтумс, вынуждены были искать источники закупок в других местах. Как же возникла история с радиоактивностью? Равис, расскажите нам, пожалуйста, как это вот из первых рук выглядело. Да, вы правильно начали. Это действительно было в 2018 году, когда была большая сырость в лесах, и когда щепу было трудно вывести, древесину было трудно вывести из леса. Тогда у нас тоже появились задержки с поставкой щепы, но теплоснабжение нам надо обеспечивать, и поэтому существующий поставщик нам не смог обеспечить поставку щепы. Тогда мы делали новую закупку, новый закуп, кто у нас выиграл в открытом конкурсе, тоже предприниматель из Латвии, тогда уже мог поставить, поставлять щепу. И мы, когда уже возобновили производство со щепой, тогда был этот один случай, когда в самой щепе никогда не было проблем, но в зале, которая вывозится из котельных, которая производится, можно так сказать, в котельных, и потом мы отдаем открытым апсамином нашему, с кем у нас есть договор, и, соответственно, он уже везет дальше конкретно в нашем случае в полигон в Гэтлане. В Гэтлане есть ворота, которые контролируют излучение радиоактивности, и тогда они в тот раз сработали. Ну и тогда мы сами удивились, откуда такая проблема может быть. Тогда мы сразу же остановили производство теплоэнергии от щепы, перешли полностью на природный газ. Такая возможность технологически существует, да? Технологически существует. У нас все мощности обустроены так, что мы можем перейти полностью на природный газ, и у нас здесь топливо еще есть, как резервное топливо, так что опасений не было просто. И тогда природный газ был дороже, но все-таки безопасность впервые всего, поэтому мы остановили, поскольку сами не поняли, откуда могла возникнуть такая ситуация. Ну и потом мы делали аудит всего нашего оборудования, всей нашей окружающей среды, рабочей среды, поняли, что нет никакого... Загрязнения? Обдравдаем, да. Да, опасности. Опасности рабочим и рабочей среды, окружающей среды. И потом мы уже думали, потому что до сих пор, до сегодняшнего дня в законах нет такой... Не написано, какая может быть вообще радиация в ЧП. И это не было тогда, и нет до сих пор. Да, это очень хорошо, что тоже сейчас хорошо у нас работает Министерство по окружающей среде, то есть ВАРАМ уже, сколько я знаю, планирует уже к 1 январю 2021 года уже принять новые законы, новые... Нормативные акты. Нормативные акты, где уже будет оговорено, какая может быть радиоактивность в ЧП. Но тогда этого не было, то есть мы сами начали искать, как мы можем предотвратить то, чтобы в ЗОЛе не... Не изойдут вас... Не получилось. Не получилось, да. Это то, что в законе не разрешается, тогда не разрешалось и пока что не разрешается, это тысяча беккерел на 1 килограмм. На килограмм ЗОЛы или на килограмм ЩИПы? Килограмм ЗОЛы. В ЩИПе нет нормативов. Будет, планируется, что будет с 2021 года. Вот, и это тысяча беккерелов, это сразу могу сказать, что это очень-очень-очень маленькая радиация, буквально никакая. Ну, то есть это природный фон соответствует природному фону или меньше природного фона? Нет, ну, немного больше, чем природный, но опасности нет никакой. Во всех окружающих странах, кроме Эстонии, то есть вся Скандинавия, Литва тоже там радиоактивным, считаются отходы, где превышает 10 тысяч беккерелов. Так что в нашей стране это еще к этому закону, как бы сказать, не притронулись. Сейчас этот закон открыт, и я думаю, что изменения будут, и правильно, потому что он, ну, просто сокартовый советский. Ну, просто упорядочится эта ситуация. Но тогда мы думали, что нам надо все-таки соответствовать закону, и, значит, мы сами начали думать, что мы можем делать, нашли СИА Доземетерс, как мы нашли, потому что мы начали искать, потому что у нас тоже практики не было с таким, с радиацией как таковой, мы не тот предприятие, которое у нас нет, ЕКАРТОС. Ну, никаких устройств у вас ранее не было. Устройств, которые ионизирующие излучение, то есть мы не можем производить радиации, поэтому у нас нет таких оборудований, поэтому мы с этим не затрагиваем. Ну, надо, наверное, сказать, что тема щепы-то возникла относительно недавно. Ну, сколько лет у вас работают такие станции? Ну, нет, у нас первый щеповой котел в Догово-Гриве работает уже с прошлого века, можно сказать, с 1996 года работает. Ну, это, правда, был первый, потом уже была большая пауза, когда мы уже следующие щеповые, такую модерную построили, можно сказать, восьмогрависи, потому что дальше строили зепный, канон, заслал, сейчас тоже еще строятся котельные на щепе, и мы все больше планируем диверсифицировать свое... Ну, сколько сейчас примерно в общем объеме производства тепла Рига-Силтум дают эти котельные на щепе? Сейчас от того, что мы сами производим, это порядка 30%, немного больше, когда мы построим уже свои новые, которые сейчас начаты уже строить котельные, то есть это будет уже около 50%, будет все от зеленой энергии производиться, не из фасильных. Понятно. Ну да, и вот тогда мы думали, как бы нам решить эту проблему, то есть нигде не было, никто не исследовал, сколько бекрелов может быть в щепе, чтобы в золе не получилось тысяча, это которые сейчас в нормативных актах. Потому что так и есть действительно, если хорошее сгорание в оборудовании, как у нас есть, в наших котлах, если полностью все сгорает, тогда эта щепа получается на счет золы, это одна против тысячи или даже больше. Ну то есть по весовому соотношению получается, что из 20 килограммов золы получается килограмм золы, примерно так? Меньше получается. Даже меньше. 1 к 20, если, или 1 к 1000. А, 1 к, нет, ага, понятно. 1 к 1000 получается, да. Да, и поэтому мы уже сейчас, вот если мы уже, если к концу там подойти, тогда конец этого исследования, да, у нас был такой, что чтобы не получилось 1000 в золе, нельзя быть одного бекерела. На килограмм. На килограмм в щепе, который, один бекерел это вообще неизмеримое, почти такое, даже нет приборов, которые это могут измерить. Вот сейчас мы спросим у специалиста, который занимается как раз приборами, Дзинтерс, какую реакцию может существующее оборудование измерить и зафиксировать? Вы имеете в виду, который сейчас работает Рига с Филтом? Нет, 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 вообще, в принципе, вот правильно. Вообще, все, что человек знает, он может измерить, да? Понятно, ну вот один бекерель на килограмм сырья, это можно зафиксировать какими-то приборами? Обязательно можно, но есть разные методики. Например, если измерять радиоактивность золы, значит, и получить очень-очень, ну, получить измерение, которое делано в лаборатории, то есть аккредитованные лаборатории. Там используются специальные спектрометры, которые могут очень точно и очень надежно измерить и дать сертификат, что вот так, так, такая, ну, то и есть, да? Да, но это очень дорого и медленно, значит, чтобы сделать быстрее процесс, надо было разрабатывать устройство, который дает возможность быстро измерять эти самые бекерели в щепе, которые поставляются, если мы уже говорим о разработке, которая была сделана на базе исследования в Риге Силтамс. И что это дает? Что эта аппаратура дает? Значит, бекерель – это измерительная единица измерения. Существует много единиц измерения. И зиверты, и бекерели, и военные обычно используют грейли. Микрорентгены то же самое, ну, почти то же самое, зиверты, только запятая в другом месте ставится через другой ноль, да? Вот. А здесь самая основная задача была определить, какой нуклид нужно мерить и как его измерить. Как его поймать. Как его поймать. И, значит, в результате исследования, где были сначала привлечены исследователи и ученые, которые имеют опыт и возможность работать с этим исследованием. Мы сначала посмотрели, что в мире творится, какая есть литература, какие доступные или какие исследования можно купить, они не бесплатные. Ну, самое близкое у нас было в Литве, которое довольно давно, и не помню когда, но лет 5-8 назад было сделано. Мы-то это изучили, изучили, ну, создали рабочую группу, где были исследователи, 5 докторов, которые… докторов науки. У нас еще есть такие специалисты в Латвии, да? Которых можно привлечь? Или вы из международных привлекали тоже специалистов? Ну, специалистов не докторов, а специалистов по… Практиков. Практиков. Практиков привлекли из-за рубежа, но у нас есть еще и университеты, которые мы уже сотрудничаем больше, около 15 лет у нас были университеты. Вместе с Латвийским университетом тоже совместные исследования и опыт, ну, я отвлекаюсь, но мы работали по изучению пассивных и активных дозиметров, показателей активной и пассивной дозиметрии, на основе которого мы тоже, наша фирма создала программное обеспечение, которое мы теперь продаем и за рубежом, и в Гонконге, и в странах Африки некоторых, и в Турции экспортируем. Так что у нас были ученые Латвийского университета, которые имеют возможность нам сотрудничать с вами, создание какого-то продукта и обеспечить это исследование. Ну, так, значит, когда мы создали эту группу, тогда мы уже определились, что и как мы будем измерять, и пришли к выводу, что самая главная составляющая – это нуклецезий-137, который мы должны обнаружить, поскольку другие мы не можем, например, стронций. Значит, это одна из составляющих, и большая составляющая в этом щепе имеет и калий. Как мы знаем, калий находится и в нашем организме, и его импортируют, ну, главным образом, с Белоруссии в вагонах. Он тоже в своем роде радиоактивен, но он не в своем роде, но он действительно радиоактивен. Ну, в принципе, калийная соль, да, калийная соль – это природное ископаемое, его добывают, и как все, даже глина может быть радиоактивной. Да, именно. Ну вот, я потом могу позже рассказать об этом. Но мы пришли к выводу, что главная составляющая, которую мы должны искать, определить, сколько бекерелев – цезия-137. Ну вот, и, значит, тогда была создана программа, где мы делали сотни, брали сотни проб из щепы, из золы, и, значит, мерили, делали таблицы, кривые. И потом мы нашли соответствующее оборудование, то есть, чтобы она по цене могла подойти, мы использовали сцентиляционные детекторы большой емкости, эти 25-литровые детекторы. И особенно важно, что был уникальный, разработали, использовали уникальный предусилитель, который дает возможность выделить канал цезия, кобальта и другие составляющие. Ну, слушайте, Дзинитерс, Вы сделали прям целую научную работу, сколько же времени на это потребовалось Вам? Да, ну, обработа еще продолжается, поскольку мы с уверенностью можем сказать, что созданная аппаратура дает возможность надежно измерить количество, количество, то есть, составляющего цезия 137 в щепе, которые находятся в этом… В реакторе? Нет, 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 которые находятся в автомашине, особенно в грузовике, который имеет определенную емкость, да, потому что они в основном стандартные. И тогда, имея в виду погрешности и допуски всякие, мы можем с большой уверенностью сказать, что вот в этом грузе есть цезий, а в этом нет. И, значит, наш клиент может на основе данных, которые дает аппаратура, принять решение, принять или не принять. Ну, это уже дела, ну, пользователя, да? Зиндерс, Вы сказали, что вот спектральный анализ пепла или любого материала, который позволяет определять минимальные даже дозы радиоактивности в каком-то веществе, он занимает долгое время. Да. А вот это Ваша технология, как позволяет быстро принять решение о том, что груз годится или груз не годится? Значит, она по сравнению, она в течение минуты это делает, но надо иметь в виду, что точность, она очень далека от того, что делает спектрометр в течение полдня, да? Ну, понятно, но в данном случае, наверное, такая точность не нужна, если эти дозы, они такие ничтожные. В данном случае пользователь должен иметь возможность принять решение, брать или не брать. А вот поставщик тогда имеет возможность как-то… Вернуть груз отправителя? Или брать и доказывать, что вот он хороший там привез, и вот этот прибор неправильно показывает. Значит, ну, так же, как и дорожный инспектор, ну, полицейский останавливает, если у него, ну, прибор нормальный, значит, соответственно закону. Ну, это надо иметь в виду, что это точное измерение можно делать только в аккредитованной лаборатории. Понятно. Хорошо. Значит, мы установились, что после этого инцидента была разработана технология, которая позволяет быстро определить наличие радиоактивности во входящем грузе. Райвис, а сколько вы вот грузовиков принимаете, допустим, ежедневно в ваши котельные? То есть, если минута идет, там, допустим, анализ, в течение минуты вы можете проанализировать, то очевидно, что задержек с приемом этого топлива у вас не возникнет из-за того, что возникла, ну, дополнительная, как бы, мера входного контроля. Нет, задержек не возникнет. Хочу добавить, значит, это было исследование, о котором Дзинтерс говорил. После этой большой работы, как вы, наверное, слышали, ученые работали, после этой большой работы было закуплено оборудование, которое вот сейчас умерят в течение минуты, как Дзинтерс говорит. Я хочу добавить то, что когда мы начали, ну, когда это оборудование было отрегулировано, уже, как мы думаем, и так есть на этот один, свыше одного бекерела она работает. Ну, конечно, есть немного погрешность, быть может, но когда мы уже и уже в договорах записали, что больше одного бекерела нам нельзя поставлять, это в существующих договорах, и которые мы уже на следующий год, у нас был конкурс, открытая процедура, тоже будет записана, это уже поставщики знают. И когда мы запустили эту аппаратуру, у нас ни разу, там, где у нас эти ворота, не было проблем в зале, потому что мы сейчас говорим все время о щепе, вот ищем этот один бекерел, но там проблем нет. Там проблем нет, мы думаем, как сделать так, чтобы не возникла эта проблема в зале, потому что сейчас у нас только регулируется в зале эти тысячи бекерел, которые тоже очень мало, но есть они, так что надо соблюдать. И ни разу не было этих тысяч бекерел, у нас сейчас, когда у нас работает это оборудование, когда мы принимаем машины, которые больше одного бекерела мы не принимаем, тогда уже у нас примерно, мы меряем и залу, эти ворота мерят и залу, который выезжает, там очень легко у нас диспетчера переключают программу, чтобы она мерила не залу, а щепу. Программа переключается, эти ворота переключаются. То есть вы на выходе тоже свои отходы теперь стали контролировать? Да, и у нас, так чтобы по-среднему сказать, у нас примерно где-то 300-400 бекерелов на килограмм в зале, то есть это намного ниже, чем установленные тысячи. Могу еще добавить, что, например, в Швеции по закону в пище, в детской пище закон позволяет, тоже есть уровень радиации в детской пище, нельзя быть больше 300 бекерелов на килограмм детской пищи. То есть ваше залу можно есть? Дети, да. Ну да, это шутка, конечно, залу, да, нет. Но то есть мы уже делаем такой контроль, чтобы из этой щепы не получилась радиационная зола, и мы сейчас эта аппаратура так хорошо работает, что действительно у нас не получается. Открою, у нас бывает несколько машин, одна-две месяц, которые ворот сработают, когда щепу привозят, и ворота показывают, что, быть может, что там больше одного бекерела, и тогда мы возвращаем машины поставщику, мы не принимаем их на свою котельную. Так что мы сделали, я думаю, все, я не знаю, может, могу похвастаться, но, по-моему, единственное предприятие теплоснабжения в Латвии, которое сейчас приняло такие меры, и мы полностью сейчас уверены, что машины, которые поставляют у нас через эти ворота щепу, у нас залей проблем не могут. Хорошо, то есть вы провели значительную работу, вы, очевидно, потратили и деньги, я думаю, на эту работу и, возможно, довольно-таки крупную сумму. Однако тариф теплоснабжения в Риге не повышается, а наоборот, вроде бы понижается все время. То есть вы, именно за счет того, что вы все-таки развиваете это производство тепла на щепе, оно дешевле, и вы можете за счет этого, как бы, интересы потребителей обеспечить? Да, вы совершенно правы, просто если бы мы не делали бы это исследование, не поставили бы ворота, может, тогда нас везли бы, кто у нас собирает мусор, с кем у нас договор, вез бы в Гейтлане, например, этот мусор, и там бы ворота с временем срабатывали, тогда мы, наверное, бы перестали эту щепу использовать, конечно, потому что окружающая среда, это очень важно. Ну и да, и тогда бы смотрели, как она на тариф влияет. То есть эти затраты, которые были на это исследование, они столь маленькие, если сравнить со всем объемом теплоэнергии, которые мы производим, они просто низерные, что их даже увидеть нельзя, но они несоотносимы с объемом общего. Ну да, и поэтому мы повышаем сейчас производство теплоэнергии из щепы, но да, это, конечно, дает нам возможность понизить тарифы, тариф понижается, потому что у нас сейчас, конечно, и другие виды топлива подешевели, сейчас, ну, сейчас все знаем, газ тоже стал дешевый, не знаем, насколько долго, но пока что есть, поэтому мы уже три раза, ну, два раза понизили в этом году тариф, и сейчас подали уже в регулятор, и планируем с августа еще раз понизить наш тариф на 11% еще с 1 августа. И уже, то есть, не будет так, что другие сразу спрашивают, это август, это лето, там малое потребление, вот как бы зима, так вы сразу поднимете. Нет, нет такого плана, то, что мы примем, это останется на отопительности. Радиослушатели могут звонить к нам в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, мы ответим на ваши вопросы по поводу радиации и щепы и Рига-Силтумс. А сейчас я хотела бы задать, Райвис, вам вопрос, а все-таки с чем связана, ну, вот эта, ну, можно так сказать, медийная кампания, которая возникла вокруг этой радиоактивности? Вы провели меры, вы, ну, добились достаточно такого стабильного результата, а тем не менее разговоры вокруг этой радиоактивности продолжаются. И подоплек этих разговоров как раз в том, чтобы принудить, ну, и Рига-Силтумс, как крупнейшего производителя тепла и других производителей, ну, ограничить круг, так сказать, поставщиков сырья, запретить импорт. И, в частности, в письме лесопромышленников в кабинет министров, премьер-министру Кариншу, было сказано, что импорт щепы очень сильно вырос с 2018 года, и это очень, так сказать, негативно сказывается на экономике Латвии и так далее. Ну, я вот, например, посмотрела статистику Центрального статистического управления и увидела, что, в принципе, ну, может быть, даже одной десятой части потребления в Латвии не составляет эта импортная щепа. Почему же такой большой шум, такая буря в стакане воды возникает? Да, ну, я отвечу тогда, у вас так, на две стороны поделил ваш вопрос. Первый был, почему это такая оживленность вообще, кто может, как-то может, какие-то черные разговоры или как можно сказать? Черный пиар. Черный пиар сделать, да. Так это, я думаю, просто потому, что так же, как у меня было в 2018 году, когда мы никогда в жизни не соприкосновались с радиоактивностью, когда я услышал, что у нас, мне позвонили, что у вас в Гетлане сработал контейнер золы, у вас радиоактивность, у меня там все встало. Дыба, волосы встали. Волосы встали дыбом. Я думаю, так и есть у всех слушателей, не знаю, как сейчас, но вообще в Латвии, наверное, если слышно, что радиоактивность, так это что-то ужас. Ну, конечно, радиоактивность у нас везде, вокруг нас, у нас есть, каждый день мы живем в радиоактивной. Естественно, радиационный фон. Конечно, естественно, да, и этот стол тоже радиоактивный, ну, все у нас радиоактивно. Поэтому, я думаю, сразу такой ажиотаж, журналисты тоже, может, схватились за это, сами испугались. Ну, там, это все природное, и то, что не природное, это, конечно, надо ловить и вылавливать, и это мы уже, мы это делаем. Насчет письма, то, что вы сказали, да, насчет письма Каренчу, да, это местные производители такое написали, может, они и правы, конечно. И сейчас, которые изменения в законе, в правилах Кабинета Министров планируется, которые Министерство охраны окружающей среды сейчас подготавливает. Там тоже планируется сейчас, что будет контролироваться, усиленно будет контролироваться щипа, которая завезена из, если я сейчас наизусть помню, из Белоруссии, из Украины, из этих стран. То есть, будет специальный контроль, это, я думаю, что правильно. Конечно, это надо делать, потому что сейчас такого контроля нет. Конечно, есть, на рубеже стоят тоже. Ну, ворота стоят на границе. Да, но не такие чувствительные, как наши, можно похвастаться. Но стоят, но они не смогут, они не могут поймать такую малую радиоактивность. Там в этих изменениях правил, там смотрено немного другое, что надо тому, кто поставляет, саму надо проверять и уже поставлять этот сертификат, что эта щипа проверена. Сейчас там, сколько я знаю, стоят, нельзя завозить больше 10 бекерел сухой щипы. Это получается 5 бекерел такой щипы, которую мы сейчас мерим. То есть, у нас сейчас в договорах бекерел, я думаю, мы, может, такое и оставим после изменения этих законов. Но это мы еще будем думать, ну, думаю, оставим. Но тогда будет хотя бы уже, сейчас ничего нет насчет золы. Тогда будет очень правильно, будет эти 5 бекерел, которые завезенная щипа, и тогда это будет контролируется. И тогда, я думаю, это будет хорошая конкуренция. И тогда местные могут предлагать свою щипу, зарубежные тоже, если они отвечают всем свою, но им дополнительно надо делать эти анализы. Это их затраты уже, ну, чтобы завозить их в Латвию, и в Латвии это будет контролироваться. Я думаю, что это очень правильно и да, хорошо. То есть, на самом деле, эту ситуацию можно решить, так сказать, без, ну, какого-то скандала в рабочем порядке? Я думаю, он и решается в рабочем порядке, потому что, если с 1 января, как планируется, эти изменения будут приняты, тогда у нас будет, как во всех странах Скандинавии и Литве, будет этот уровень 10 тысяч бекерел, которые можно, до которых можно сдавать в полигон, или там уже надо смотреть, может, и в локсамнице, ибо в сельском хозяйстве, или в строительстве использовать, сколько мы знаем. Так, Литва тоже эти проблемы решили, что они на постройку дорог, то есть ставят, добавляют. То есть, это тоже правильное решение, потому что, как я говорил, мы… То есть, они залу используют в материалах для строительства дорог? Да, потому что, я как говорил, мы радиацию не производим, мы не можем это производить. То, что есть природная из тысяч машин, мы просто сжигаем и скапливаем в одну. То есть, мы её просто концентрируем, и тогда нормальная ситуация, что просто её надо опять обратно расконцентрировать, и она уже становится опять, ну, как в природе. На уровне природного фона. Да, так что радиация, это больше, не больше, не меньше, она не становится, она как была, её просто не надо сконцентрировать в одном месте, как у нас сейчас наше производство делает, но надо опять расконцентрировать. И, кстати, это был тоже… Это рекомендации? Рекомендации из Центра охраны радиации, в котором мы тоже, конечно, консультировались, и спасибо, да. Много консультаций, он нам в 2018 году уже сразу помог, и сейчас помогает. Это государственная организация, да? Так, это при… Министерстве? Валсвитц-дианность. Это при Валсвитц-дианность радиации, дрожьи в Центр. Да, и много он нам… То есть, они рекомендуют перенять опыт Литвы, использовать вот этот залу от станций? Ну да, но не нам, не нам нет, но как бы так… В целом для страны? В целом, я думаю, ну да, можно сказать, да. Так что в Литве так делается, я думаю, у нас тоже со временем это будет, и вот, я думаю, с 1 января, когда эти изменения примут, тогда эта проблема решится сама собой, без скандалов. То есть, до 1 января надо продержаться, может, сколько там скандалов будет, нет, но это… Но всё равно мы сделали всё, чтобы и сейчас соблюдать существующие нормы тоже. Ну и тогда у нас будет совсем легко, ну, у нас ворота будут, ну, будем контролировать всё равно, но решённое будет уже 10 тысяч, если примут. Итак, сегодня в программе «Подоплёка» мы исследовали тему радиоактивной щепы. Выяснилось, что не только предприятие «Рига Силтумс» значительно улучшило свою технологию, сделав входной контроль привозимого сырья, но и латвийская компания «Дозиметрс» создала технологию, которая позволяет очень малые дозы радиоактивных изотопов определять в объёмных грузах. И я надеюсь, что «Дзиметрс Заринч» теперь сможет не только программное обеспечение поставлять в Гонконг, но и какие-то более сложные технологические комплексы для всех предприятий, которые планируют использовать такие грузы, как щепа для отопления, для работы электростанций, теплостанций. И благодарю за участие в сегодняшней программе члена правления «Рига Силтумс» Райвиса Эринча и руководителя компании «Дозиметрс» «Дзинтерса Заринча». Всего доброго! Спасибо! Всего доброго!